всем привет мои дорогие любители ценители ароматов как и я меня зовут света сегодня у нас на обзоре ароматов бюджетные ароматы из масс-маркета для начала нужно разобраться вообще что такое бюджетные ароматы из масс-маркета сюда относят категорию 1 каталожные ароматы ароматы по каталогам Avon, Faberlic, Ariflame 2 категория celebrity их выпускают какие-либо именитые звезды они стоят недорого типа Christina Aguilera, Britney Spears, Antonio Banderas 3 категория бюджетных ароматов когда их выпускают недорогие бренды одежды типа Zara и так далее 4 категория бюджетных ароматов это парфюмерия доступных косметических брендов типа Yves Rocher и Vivienne Sabo к бюджетным ароматам также относятся ароматы от отечественных производителей типа новая Zara и Brocard там у них ценник порядка 500 рублей за 100 миллилитров сегодня в этом обзоре ароматов мы будем рассматривать 4 парфюма из новой относительно новой она вышла в прошлом году в магазин она поступила в начале двадцатого года ее уже везде разобрали осталось только в интернете кстати бегите заказывайте если вам что-то понравится из сегодняшнего видео обзора обязательно заказывайте онлайн прям вбиваете название аромата и будут представлены несколько флакончиков какие-то будут доступны какие-то будут недоступны один и тот же аромат они и в мужском и женском отделе на сайте Zara поэтому в каком-то отделе они могут отсутствовать а в другом могут присутствовать это новая линейка она включает в себя 8 ароматов называется эта линейка Zara Emotions создавала эту линейку известная женщина парфюмер Jo Malone тема эта линейка и интересная то есть даже среди бюджетных ароматов масс-маркета можно найти что-то достаточно интересное для себя на сайте я по описанию выделила четыре аромата я их заказала из восьми но даже из этих четырех у меня какие-то вызвали прям бурные восторги а какие-то были разочарованием дальше я про это вам все расскажу кроме четырех ароматов от Zara совместно с Jo Malone у меня будет аромат 2019 года от Yves Rocher и еще один аромат итальянского бренда недорогого Bottega Verdi так что поехали в данном обзоре у меня не будет отечественных ароматов не будет ароматов celebrity не будет каталожных ароматов к слову сказать я раньше заказывала каталожные ароматы от Avon там даже какие-то были интересные они мне нравились но носить я на себе их не могу все-таки они уступают люксу и нише своей многогранности в глубине в стойкости бюджетные ароматы сегмента масс-маркет все-таки уступают в этих качествах люксу и нише и которые я покупала мне нравились ароматы Avon oriflame faberlic и такие бюджетные ароматы у меня сразу же практически моментально переходили в разряд ароматов для дома я использовала их как ароматизатор для дома пользоваться на себя я их не могла ходить я в них не могла потому что они слишком простые и слишком нестойкие ну и достаточно скучные поэтому если бы у меня вдруг оказалось лишние 500 рублей или 1000 рублей я бы не стала тратить их на парфюмерию потому что ситуация когда и дешево и качественно это редкое явление практически никогда такого вместе не бывает тем более в парфюмерии если бы у меня были лишние деньги даже те же самые 500 рублей 1000 я бы лучше потратила их на какие-то полезные для себя вещи купила бы лучше какие-то продукты интересные там полезные авокадо например чем покупать какую-то недорогую парфюмерию ходить раздражать этой парфюмерии окружающих просто такой парфюмерии я думаю что настроение себе поднять невозможно ему можно только испортить и вызвать раздражение в окружающих людях поэтому такие ситуации когда какой-то бренд одежды из масс-маркета привлекает к созданию парфюмов своих какого-то именитого парфюмера это вызывает интерес ну соответственно вот я заказала 4 аромата сейчас я вам про них расскажу первый аромат парфюмерная вода ветивер пампл мусс здесь у меня 90 миллилитров потому что других объемов не было я бы заказала все по 40 но не было сорока миллилитрах и вообще так удачно сложилось я вам потом расскажу что именно те парфюмы которые мне понравились там были только 90 миллилитровый а который мне не понравились они были в 40 миллилитров которые я и заказала этот аромат не понравился больше всех из представленных далее достаточно простые состава в этих ароматах и конкретно в этом аромате у нас грейпфрут мандарин и ветивер он стартует просто обалденным мясистым таким сочным красным сладким мандарином это его старт я бы даже сравнила этот старт с мансерре и сицилия правда в мансерре и сицилия там старт апельсина вот прям живого натурального апельсина когда вы отрываете корку от него и летят вот это вот дисперсный сок брызги апельсина летят вот там такой и старт в мансерре здесь старт дольки этого красного мандарина сладкой-сладкой дольки я бы даже назвала вот этот аромат даже благороднее чем мансерреская сицилия там в сицилии у мансерры одна цитрусовая нота которая на протяжении всего аромата так и звучит а здесь стартует мандарин и потом оставляет после себя шлейф ветивер ветивер у нас пахнет по разному пахнет дымом табаком смолами коркой грейпфрута здесь он пахнет таким дымом да я бы сказала что это такой мандарин в дыму то есть звучание у него более благородные даже чем у мансерры сицилия я вот их могу эти два аромата мне сразу пришло на ум их сравнить я бы рекомендовала вообще эти все ароматы они для мужчин и для женщин у них все эмоции пронумерованы это эмоция 01 и это первый аромат в моем топ-листе этих ароматов по моим ощущениям по моим предпочтениям он мне понравился больше всех он подойдет женщине это может быть даже чуть-чуть такой сладкий более женский аромат но после вот этого старта когда старт уходит вступает дымный вот этот ветивер и я бы сказала что уже вот после того как старт уходит остается база он подойдет мужчинам и за своей как раз этой терпкой цитрусовой дымности мужчинам он тоже подойдет zara emotions 01 ветивер памплмаус после старта у него пропадает этот мандарин и остается такая терпкая цитрусовая дымка очень приятный аромат многогранный мне понравился эмоция 07 номер два в моем топ-листе этих ароматов по моим предпочтениям это fleur de patchouli цветок patchouli здесь у нас пион patchouli и гваяковое дерево его хочется постоянно вдыхать это такой аромат который что-то напоминает что-то неуловимое как будто бы мы уже где-то такое слышали но не помним где это запах парфюмерного магазина когда вы заходите в магазин пахнет тем сразу пахнет вкусно но ты не можешь уловить чем конкретно пахнет еще он мне напоминает аромат который распыляют в магазинах massimo duty он немножко похож но в massimo duty аромат более пудровый здесь пудры нет здесь какой-то необычный очень аромат но это не patchouli потому что patchouli у нас пахнет не так то есть я не понимаю что здесь может это вот как раз это дерево какое-то необычное смолистое такое я думаю что этот аромат подойдет однозначно мужчинам и таким характерным женщинам потому что в этом аромате есть такая дерзкость аромат номер два в моем топе бюджетных ароматов масс-маркета zara emotions номер семь fleur de patchouli третий аромат в этой линейке который мне понравился меньше предыдущих это zara emotions 02 water lily tea dress здесь были очень классные ноты для меня по описанию зелень бергамота мята и мускус но по факту оказалось не совсем так бергамота я здесь не слышу это такой очень влажный аромат water lily это у нас кувшинка по-другому еще лотос но лотос от кувшинки немного отличаются здесь выбивается одна нота и не дает так воспринимать аромат спокойно это навязчивая нота она выбивается из строя и я думаю что это мята которая прикидывается вот этим лотосом она его изображает но мы понимаем что это не лотос что это что-то другое и она так вот солирует здесь я бы сказала что этот аромат я не смогу на себе носить он у меня перейдет в разряд ароматов для дома для дома это очень хороший будет ароматизатор аромат номер три water lily tea dress четвертый аромат из коллекции бюджетных ароматов zara emotions эмоция 08 bohemian bluebells bluebells это у нас колокольчики богемские колокольчики здесь очень приятное тоже описание должна была быть здесь у нас лаванда сандал и мускус я ожидала здесь услышать лаванду создать настоящую лаванду это дело непростое потому что все отдушки которые я когда-либо слышала с лавандой это просто жалкое подобие настоящая живая лаванда если вы когда-то бывали на лавандовом поле вы меня поймете и вообще в своей жизни съездите когда-нибудь на лавандовое поле лаванда цветет в июне она у нас есть и в крыму в италии во франции там в европе во многих местах обязательно побывайте здесь что-то приближенное но не оно слышно что это подделка это не лаванда и да есть нотки похожие но слышно что это химия это не настоящая лаванда он мне напоминает этот аромат луговые какие-то травы полевые цветы когда они цветут вот эти колокольчики как раз таки какая-то трава такое-то что-то такое не стройное то есть непонятное нет у него какой-то такой изюминки в общем на мое субъективное восприятие аромат мне не очень понравился ждала лаванду получила жалкое подобие лаванды и какую-то траву полевые цветы тоже пойдет в принципе в аромат для дома и так получилось что два флакончика по 40 миллилитров мне не понравились они у меня уходят в ароматы для интерьера а два флакончика которые были только в 90 миллилитров на сайте zara они мне понравились так что присмотритесь если что бегите быстрее заказывайте на сайт пока их всех не разобрали это лимитированная коллекция больше ее в zara поставлять не будут следующий бюджетный аромат из масс-маркета у нас garden party и фроше он стоит порядка 2000 рублей за вот такой набор в наборе 30 миллилитров самого аромата и крем для рук ароматизированный здесь в составе у нас дамасская роза и мята это дамасская роза это не болгарская роза которую я не люблю это у нас куст куст шиповника и шиповник вот я как раз люблю и он мне понравился здесь очень приятная мята такой радостный аромат взяла 30 миллилитров попробовать в принципе мне понравился и фроше garden party и фроше бюджетный аромат из масс-маркета номер пять завершает наш сегодняшний обзор бюджетных ароматов из масс-маркета аромат bottego verde passion bottego verde это сеть недорогих косметических магазинов в италии здесь у нас в россии по-моему не представлен если вы будете в италии когда-то обязательно присмотритесь к этому магазину там очень прикольные разные шампуни крема гели для душа и парфюмерия водичка достаточно интересная как конкретно вот эта вода она 2000 года выпуска здесь у нас в старте слива плюс груша сердце амаретто в базе мускус и пудра здесь у нас миндальный аккорд миндальный аккорд дает как раз вот это амаретто амаретто это напиток который делают из абрикосовых косточек настаивает на смеси орехов и абрикосовых косточек и он имеет такой вкус марципана такой запах марципана и вот эти духи это туалетная вода пахнет марципаном и вишней в амаретто такой пьяный вишней с алкогольной ноткой амаретто обалденно вкусный аромат и у bottega verde там целая линейка тоже ароматов разные интересные есть а это такой вот неплохой компотик получился с алкогольными миндальными марципановыми нотками по деньгам они совсем недорогие этот аромат на наши деньги 50 миллилитров флакон не обошелся в районе там двух с половиной тысяч рублей и кстати по стоимости вот эти конкретно ароматы из zara они стоят 40 миллилитров 1799 рублей 90 миллилитров 2 999 в принципе довольно бюджетно за такую качественную продукцию zara мне прислали с моим заказом пробник это у них новая какая-то вода zara glitter rainbow вот это то о чем я говорю когда бюджетный аромат не стоит своих денег здесь они продают 125 миллилитров за 1599 рублей но я бы лучше эти 1599 рублей потратила с большей пользой потому что это скучный простой навязчивый негармоничный аромат он приятный но он не сбалансированный здесь нет изюминки из него какая-то одна нота выбивается то ли кедр то ли арбуз там то ли жасмин какой-то химический в общем мне не понравился так что бюджетные ароматы из масс-маркета нужно тоже покупать с умом чтобы и себе настроение не портить и окружающих не раздражать своим выбором я считаю что лучше вообще ничем не пахнуть пахнуть чистотой чем какой-то дешевой парфюмерии поэтому пишите если вы со мной не согласны все комментарии приветствуются будем обсуждать этот вопрос и обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик потому что в следующем своем обзоре ароматов я буду рассматривать 12 ароматов от монстерра так что обязательно жмите колокольчик и подписывайтесь на канал и на этом я свой обзор бюджетных ароматов заканчиваю жду вас в комментариях пишите мне свои находки бюджетных ароматов из масс-маркета ставьте лайки всех целую и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok